Ну что, всех приветствую, дорогие друзья. На связи Андрей Елисеев и сегодня мы с вами поговорим о возможностях, которые есть у нас в сообществе, поговорим о денежных потоках, поговорим о том, как изменяется мир и о том, какие у нас перспективы для того, чтобы вы могли реально изменить жизнь свою по-лучшему, причем довольно в кратчайшие сроки. То есть, как показывает опыт, 3-6 месяцев и уже новый участник, который бывает заходит к нам в команду, уже просто кардинально перегружает свою жизнь, а в промежутках полгода-год полностью на 360 градусов изменяется жизнь в лучшую сторону. Это уже практика. Я уже седьмой год в сообществе, вот, несколько лет был участником, потом в оффлайне, онлайне, путь довольно длинный, то есть многое увидел, много повидал, много кого знаю, это очень интересно. Также вы с каждым годом, вы будете все больше и больше знакомиться, это очень круто, приобретать все новых и новых друзей, которые по жизни тоже будут, как говорится, держаться вместе и при со скопом жить проще, друзья мои, чем жить порозень. Вот этот момент, он очень важный. Поэтому, когда вместе люди решают какие-то вопросы, всегда это проще, легче, веселее. Вот, чем порозень решать какие-то насущные вопросы, жилищные вопросы, там, любые вопросы, всегда порозень. Именно поэтому наши предки больше, чем 100 лет назад до революции жили вместе, жили таким, можно сказать, полуобщинным строем, вместе держались, большие были семьи, по 10-12 человек, это была норма. Семь, это слабенькая семья была, у которых семь, это вообще очень слабенькая, да, были по 10, по 12, то есть жили все с копом, да, вот. Много я знаю историй, я много где ездил и продолжать буду ездить, по глубинкам, кстати, это очень интересно. Много историй рассказывали, что вот дедушка, прадедушка, они там вместе собирались, братьями друг другу помогали избы рубить, там, вот это очень интересно, да. То есть не один ты сам по себе с жилищным вопросом, а все братья, все родственники собирались, и оп, за месяцок из вас есть, есть где жить, как говорится, да. Не было ипотек никаких, может, и слава богу. Поэтому все были с жильем, со своим, и не надо было за них платить огромные деньги всю свою жизнь, да. Так, ну что, возвращаемся к нашей системе. Система кассы взаимопомощи нового поколения – это очень интересный алгоритм, который выработанный сообществом за уже 12-й год развития. Не сразу она создавалась, она создавалась постепенно за счет наработки, опыта, поведения, статистики больших групп участников. И понимание того, что надо людям, как лучше их привести, можно сказать, в этот прекрасный, интересный мир, где у всех все хорошо, да. Чтобы человек, заходя сюда без знаний в онлайне даже, человек, заходя сюда без знаний, что такое криптовалюта, человек, заходя сюда вообще стерильным, можно сказать так, он постепенно проходит полгодика, он уже начинает просто быть в теме. И не просто быть в теме, а он становится финансово грамотным еще параллельно, да. Косвенно управляя своими потоками, человеку, можно сказать, новую профессию нашего с 21 века приобретает финансовый консультант. Потому что, несмотря на то, что многие обладают учеными степенями, там где-то в каких-то профессиях, но в личных финансах все, практически 90% полная безграмотность. Поэтому в данном случае наши потоки позволяют каждому человеку становиться грамотным, нарабатывать опыт на практике и параллельно еще и получать прекрасный доход. Ну, где, как говорится, как мисс Каска, именно здесь, да. Поехали, друзья. Так, для того, чтобы врубиться, для чего создано сообщество и касса взаимопомощи, нужно вам сначала понять, как устроена мировая финансовая система. Для того, чтобы это сделать, вам нужно посмотреть базовые фильмы. Записывайте новые участники, те, кто сегодня меня видят в первый раз, либо второй, записываем фильм «Деньги. Пирамида долгов». Первый фильм, второй фильм, это, можно сказать, для избранных, это он уже потяжелее, но, тем не менее, он тоже очень интересно переплетает историю и факты. Это «Дух времени», первая, вторая, третья части. Обязательно смотрим. Это очень базовые, очень интересные фильмы. Поэтому сегодня я не буду говорить про мировую финансовую систему, как она устроена, пирамидального типа, вот это все. Просто купите себе доллар, пожалуйста, в обменниках, пока они есть, да. И один доллар такой подарочный, да. Возможно, вы за него заплатите недалеко, по курсу она намного дороже, да. Но, тем не менее, перевернете его, вы под лупой хоть можете его изучить. Там четко нарисована пирамида, и уже это никто не скрывает. Уже больше ста лет она нарисована. Потому что, как говорится, те, кто управляют этим миром, причем неважно, в какой стране вы живете, миром я в общем говорю, не странами, а миром, да. Те понимают, как устроена психология человека, как он мыслит, как он действует. Поэтому всегда, как правило, есть такая фраза, очень интересная мудрость, да. Хочешь что-то спрятать, то подсунь под нос, и человек просто не будет замечать. Так же и здесь. Вам подсунули под нос на 1-долларовую купюру всему миру эту пирамиду, и все живут, думают, смотрят на пирамиду, и думают, что они живут в таком очень интересном мире. А по сути дела они живут в финансовом пирамидальном мире, устроенной тем, кто его устроил. Смотрим фильмы, и вы все узнаете. Так, про это я сегодня говорить не буду. Я уже неоднократно, смотрите эфиры, заходите на YouTube, я неоднократно об этом уже говорил. Сегодня поговорим мы о том, как мир, в котором мы живем, очень серьезно меняется. Это действительно так. Я думаю, что только за последние 4 года, даже если мы проанализируем, 4 серьезных кардинальных перемены у нас произошло в мире. Это первая пандемия. Как нас закрыли, мы не понимали, что происходит. И не факт, что пандемия не повторится, друзья мои. Поэтому те, кто еще свято верит в найм, и тот, кто в офлайне, дорогие друзья, вот вам надо первым делом реально серьезно сесть и подумать. Сейчас уже на дворе 24-й год информационного века. А это о чем говорит? О том, что тот, кто еще мыслит категориями прошлого, производственного века, да, офлайна, тот непосредственно рискует, рискует. Потому что, не дай бог, будет там через годик-два вдруг опять что-нибудь произойдет, а это запросто может быть. Кто в 2020 году ожидал пандемии? Ну кто? Никто ее не ожидал. Бах, она и случилась. Она может также случиться и в будущем, потому что этот, как бы, моменты все уже испытаны, уже понимание есть, что с этим делать. Запросто может быть еще один что-нибудь запущено и понеслась, да? Вот, поэтому и опять будет затворство какое-то. Опять, соответственно, если вы не в онлайне, то есть вы полностью обрезаны от любого возможности жить, ну, хоть как-то на каком-то уровне, да? Потому что у всех реально был стресс, да? Так же и здесь, да. Пандемия. Друзья мои, мир очень серьезно изменился. Второе. СВО. Мир продолжает меняться дальше. Когда это все закончится, неизвестно. Дальше. Введение цифровых валют. Сейчас многие центральные банки во всех странах проталкивают цифровые валюты. Соответственно, тоже. Мы даже еще до конца не понимаем, что такое это. А это означает, что центральные банки будут централизованы контролировать практически каждого человека. Как это изменится в жизни, мы до сих пор еще толком не почувствовали. Но то, что она изменится, это 100%. Дальше. Нейросеть, друзья мои. Четвертое глобальное изменение за 4 года. Нейросеть ворвалась просто на рынок труда. И сейчас, в ближайшие 3-5 лет, он покосит просто многие специальности, потому что это просто будет экономически невыгодно содержать штат людей, которые будут делать очень медленно, плохо, с ошибками, с больничными и так далее. То, что нейросеть может сделать с помощью одного толкового специалиста за несколько дней. Поэтому рынок труда будет кардинально и очень серьезно изменяться. Но многие бизнесы, производство будут экономить на фонде оплаты труда. Потому что купил ты, не знаю, даже того же робота, да. Этот робот работает 24 часа на 7 без больничных, без каких-то либо залетов, ошибок и так далее. Сломался, отремонтировал, и он опять работает, сломался, отремонтировал, и он опять работает и так далее. Ты спишь, а он работает. И то же самое хороший специалист по оператору нейросети. Он может заменить там десяток, он даже сильно хороший специалист, иногда даже несколько десятков специалистов в области маркетинга, продаж где-то, бухгалтерии, еще каких-то специальностей. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет, переквалифицируйтесь. Но я рекомендую, прежде всего, сделать вам подушку безопасности в онлайне. Время сегодня я буду об этом говорить. Что такое подушка безопасности в онлайне? Это прежде всего я лично в свое время принял решение присоединиться к сообществу, потому что вместе жить проще. И, как показывает опыт, не просто проще, но и намного интереснее. Когда-то, в 2017 году, ко мне пришел мой знакомый. Тогда я уже 10 лет занимался своими собственными бизнесами в разных сферах. Последняя моя сфера была туристические услуги. У меня было небольшое туристическое агентство. Приходит ко мне знакомый и говорит, слушай, Андрей, тут тема какая-то интересная. Кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я улыбнулся. Но, внимание, в этот же день я зарегистрировался, в этот же день я пополнил кабинет, в этот же день я нажал кнопочку и начал первое начисление, и начал разбираться с системой. Что же это такое? То есть, смысл в чем? Ну, я понимал, что сотка меня, тогда я зашел на 100 долларов, 100 долларов меня вообще не спасет. И, ну, без нее я не умру с голоду, а с ней я сильно не разбогатею. Но, тем не менее, на данный момент у меня будет опыт, да? Если интересная какая-то тема, да, то мне было бы интересно изучить эту тему. И таким образом я начал погружаться. Поэтому, что и вам советую, кто в первый раз услышал данный вопрос, данную тему, то тоже так же рекомендую. Слава Богу, слава Богу, что тогда, 7 лет назад, я не ступил. Слава Богу, что у меня хватило мозгов, у меня хватило чего-то, я не знаю, чего у меня хватило еще. О, вот этот момент, наверное, предпринимательский, то, что ты реально понимаешь, что случайности не случайны, все случайности закономерны. Если что-то происходит, значит, надо постараться в этом увидеть зерно истины, да? То есть, если что-то происходит в твоей жизни, ты копай глубже, посмотри на это, да? То есть, неспроста все. Поэтому успех, что такое? Это готовность использовать возможность, которая к тебе пришла в руки. И вот это называется успех. Не тормозить, а именно взять то, что есть на данный момент времени. Поэтому, слава Богу, у меня тогда хватило мозгов попробовать и начать разбираться. И это, как говорится, дало соответствующие прекрасные плоды. Вот уже седьмой год я в сообществе, пролетели эти времена очень быстро. Поэтому, скажу честно, не тормозите. Время будет лететь очень быстро. И чем дальше мы углубляемся в информационный век, время будет лететь еще быстрее. Вот, поэтому время сжимается, время ускоряется. И года будут просто так пролистываться, вот так щелк, 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 щелк. И вы даже не заметите, как окажетесь в предпенсионном возрасте. Не подумав о том, а что же вы будете делать, на что же вы будете жить. Так же, как многие участники у нас приходят в команду. Приходят уже многие предпенсионного возраста, многие уже даже на пенсии. И приходят просто от безысходности, потому что 15 тысяч, 12 тысяч пенсий, 10 тысяч. У кого-то повезло 20 тысяч, да. Но даже эта пенсия далеко не спасает человека, потому что уже и возраст, где-то и расходы на здоровье, где-то и на счет, на что-то. И таким образом, получается, человек практически сидит на подсосе, да. Вот, это даже не то чтобы пенсия, я бы сказал, это сумма на дожитие, да. То есть на дожитие, чтобы не на улице где-то сдох, а спокойненько, культурненько в своей квартирке хотя бы, да. Вот, поэтому дай бог, что в своей, то есть, ипотека была выплачена. И причем даже неважно, в какой стране, слава богу, то есть, ну, в России еще слава богу, скажу честно, да. Есть еще нотки такого оставшегося остатков социализма. Вот, поэтому, в принципе, еще очень много вопросов, очень лояльно. В странах дикого запада, капитализма, там совершенно все жестче намного, да. Поэтому много бомжей на улице, поэтому куча ненужных людей просто спят, валяются, умирают здесь же, живут и так далее. У нас этого нету, слава богу. Поэтому я говорю, мы далеко, если те, кто из России, слава богу, далеко не в самой худшей стране мира, это однозначно. Везде, в каждой стране есть свои нюансы, но, скажу вам честно, мы далеко не в самой худшей стране. И это круто, это реально круто. Поэтому много вопросов реально решается очень лояльно, да. Потому что, ну, в странах, кто этого не понимает, значит, просто мало ездил по этому миру, да. Поэтому рекомендую вам поездить, а лучше пожить. Ну, что такое, приехал на недельку, посмотрел, там, ходил, ну, это неинтересно. Вот когда поживешь, вот тогда начинается уже нюансы всплывать. Вот, поэтому в странах капитализма, как только у тебя закончились деньги, ты никто, и звать тебе никак абсолютно. Это называется капитализм, это обратная сторона медали. У тебя есть деньги, ты король. Как только закончились деньги, ты никто, никто, абсолютно никто. Так вот, друзья мои, мир очень серьезно меняется. Мало того, что идет повальная роботизация, и в интернете, в отлайне тоже все меняется. И даже старые методы заработка тоже серьезно изменились. Отмирают, остается очень малые виды заработка. Где-то пытаются появиться новые под разными соусами, но в итоге это одно и то же старые методы, которые отмирают. Я бы назвал один хороший метод заработка – это инвестирование. Но инвестирование непростое, да, потому что даже сам смысл этого термина очень серьезно изменился. Если раньше это была классика, акция, облигация, недвижимость, да, бизнесы какие-то, да, то сегодня смысл даже этого термина кардинально изменился. Это любое вложение. Сейчас инвестирование, олицетворение любого вложения. И неважно, это время ты вложил, проинвестировал время, ресурсы, материальные, нематериальные активы. Сегодня даже картинки NFT продают за миллионы долларов. Какая-то картинка уникальная в интернете продается за миллионы долларов, друзья мои. В это же время миллиарды людей на планете Земля за чертой бедности, да, понимаете, да, диссонанс такой. То есть сразу такая система, что видно, что мир не гармоничен. Вернее, мир сам по себе, природа-мать гармонична, а вот люди живут далеко не в гармоничных каких-то моментах, да, в рамках мировой финансовой системы, я повторюсь. Поэтому мир серьезно меняется, выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Поэтому, дорогие мои друзья, те, кто еще это не понял, те, кто еще мыслит старыми стандартами, я рекомендую вам начать учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Это, наверное, самое лучшее, что оставил после себя Ленин. Очень много сделано было далеко не светлых вещей. Но вот эта формула действительно работающая, и сейчас именно она как никогда актуальна для нашего 21 века. Именно поэтому мир меняется у нас просто на глазах. То есть если раньше те же самые электромобили пытались сдерживать, сейчас уже поняли, что сдерживание электромобилей уже все. И на данный момент уже японцы сделали за последний год там несколько миллионов электромобилей, спокойно способных проезжать тысячу километров. То есть если Тесла сначала обрезал свои электромобили до 300 километров, то китайцы просто пошли и спокойно сделали до тысячи, а можно даже еще больше. И вывалили на рынок такое количество электромобилей, что бери, как говорится, и все. Поэтому все вот эти старые бензиновые машины, даже какая-то песенка была очень интересная, недавно слушал, что-то помню 10-й год, типа моя мечта был X6, а сейчас понимаю, что это отстой, да? То есть BMW X6, да? Так же и здесь, да, мир настолько улетел вперед, что действительно все вот эти даже бензиновые машины, они сейчас реально уже начинают восприниматься как уже прошлое, реально прошлое. И это либо гибрид, либо электромобиль. Поэтому, друзья, мир просто летит. Рекомендую и вам разобраться здесь, и вы услышите сейчас абсолютно новую интересную информацию. Так вот, поехали, друзья мои. Что я вам хочу сегодня рассказать? Я сегодня вам расскажу про нашу систему. Давайте по плану пройдемся. Первое, я вам расскажу про наши денежные потоки, что за алгоритмы, как они работают. Второе, я вам расскажу про нашу инфраструктуру, что у нас есть у сообщества, что сообщество создало за эти вот уже 12-й год идет, какую инфраструктуру создало, почему мы говорим, участники все, что у нас своя внутренняя экономика, свой внутренний параллельный финансовый мир, вот, и из чего он состоит. Я вам об этом тоже все расскажу. Дальше я расскажу, отвечу на часто задаваемые вопросы. И, пожалуйста, в самом конце, если у кого-то появились вопросы, обязательно их запишите в самом конце, включи микрофон, и зададите спокойно вопросы, я отвечу на них 5-10 минут, пообщаемся. И сегодня уже все-таки праздничный день, будем, как говорится, сильно не задерживаться, постараюсь как можно быстрее. Поехали, друзья мои. Первое, что такое денежные потоки, да? Денежные потоки – это часть кассы нашей взаимопомощи нового поколения. Касса взаимопомощи – это инструмент, который создан для того, чтобы помочь людям. То есть мы объединяемся, но это не простая касса взаимопомощи. Все, я думаю, знали или знаете, участвовали, даже это в школах еще как-то было, не только в Советске, даже сейчас. То есть помните такую штуку, как мы все скидывались на день рождения, да? С каждого там по копеечке на день рождения подарок имениннику. Потом опять все скидываемся на день рождения подарок имениннику. И вот так вот, да, вот это примитивная, самая примитивная касса взаимопомощи. Нигде в мире такого нет. Это вот есть только, можно сказать, на постсоветском пространстве. И это круто. Что это еще? То есть этот маленький хотя бы пример, он хоть немножко уже начинает людям понимание, что же такое касса взаимопомощи. В итоге каждый отдал чуть-чуть, а все с подарками именинники в свой день рождения. Приятно? Приятно. Но только это примитивный, полностью примитивный алгоритм, да? А сейчас за 12-й год развития сообщества выработался, можно сказать, ноу-хау, да? Выработался непростой, но очень интересный и очень надежный алгоритм, называется денежные потоки. Денежные потоки – это финансовые, психологические, математические, разновременные алгоритмы, которые позволяют вам деньги иметь каждый день без обязательных приглашений. И, конечно, сейчас я вам их расскажу. Первый финансовый поток, который вы увидите в своем кабинете – это стартовый поток. Это красная закладочка в вашем кабинете. Если же у вас еще нет кабинета, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, того человеку, который дал вам эту информацию. Если же у вас этого человека нет, можете написать мне в личное сообщение, помогу вам разобраться, возьму вас в свою команду с полным бесплатным обучением. Либо выберите из списка любого лидера, все профессионалы, все непосредственно грамотные уже, обученные, с большими командами и с огромным опытом в потоках. Поэтому обращайтесь к любому, либо пишите мне сообщение, либо если у вас есть пригласитель, то обращайтесь, конечно же, к нему. Регистрация ни к чему не обязывает, зато у вас будет материал для того, чтобы почитать, разобраться, подумать, посчитать, может, даже для начала. Хотя потом все перестают считать и начинают просто доверять системе, и от этого денег становится больше, как это ни странно. Так вот, первый поток, который вы увидите в своем кабинете – это стартовый поток. Красная закладочка. Он учит правильные стратегии инвестирования. Я бы сказал, что это такой образовательно обучающий. И один из самых высокодоходных потоков. Он учит правильное мышление инвестора. Вложил – забрал. Вложил – забрал. Вложил – опять забрал. Это как в тренажерном зале. Вы качаете мышцу. Напряг – расслабил. Напряг – расслабил. Так вот и здесь происходит. Только мышца вот здесь вот качается. Потому что человек с бедным мышлением, который не привык быть инвестором, ему трудно отдавать и ему трудно брать. И если он отдал, ему трудно забирать, потому что тут включается уже дальше жадность, еще быстрее. Он, ну что, это я мало накопил, надо еще побольше накрутить. То есть включается другое. Так вот стартовый поток учит. Положил – забрал. Положил – забрал. Положил – опять забрал. Он и этому учит. Хотите ли вы или нет, надо положить. Хотите вы или нет, надо забрать. И вот вы начинаете прокачивать вот эту мышцу по-настоящую, которую делает всех людей, инвесторов, богатыми людьми. И без нее никак. Этот поток разработан специально для новичков. Проекта на практике обучая всем нюансам работы системы. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от 5000 рублей. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением на величину выбранного номинала потока дважды в месяц. Есть такое понятие в стартовом потоке как период. Период – это две недели. И цикл работы потока – это две недели. Потом надо заново его пополнить, потянуть икарность, и он переходит на другой период. Итак, таких периодов 20 в каждом стартовом потоке запущено. Общая доходность стартового потока составляет за 20 периодов, либо 10 месяцев в районе 150%. Доходность идет, как и во всех потоках, за счет подтяжки нашей криптовалюты икарнси, которую мы покупаем по рыночному курсу в наших криптовалютно-платежных сервисах, либо на бирже BlackBit. И потом по льготному курсу, который, как правило, в 4-5 раз больше рыночного, у нас платформа приобретает нашу криптовалюту. И таким образом мы подтягиваем поток, за счет этого у нас прибыль. И таким вот образом стартовый поток работает так. Так, 20 периодов после этого стартовый поток перезапускается с льготного 2-го периода. И опять начинает работать. То есть он работает практически, я бы сказал, бесконечно. То есть если вы уже освоили один стартовый поток, он может работать на вас вечно, при, конечно же, вашем желании. Так вот, из этих 20 периодов, 7 периодов вы его кормите, и потом 13 периодов он кормит вас. Поэтому, друзья, используйте прекрасные стартовые потоки для того, чтобы научиться знания в наше время. Это самое ценное, самое дорогое знание в сообществе абсолютно бесплатное. Если инфобизнесменам вы бы заплатили миллионы, дорогие друзья, за эти знания, которые мы даем бесплатно, то здесь все абсолютно бесплатно. Я бы сказал, даже в довесок к вашему доходу в денежных потоках. Поэтому те, кто еще не совсем разобрались, цените то, что у вас есть, начинайте разбираться, погружаться, и тогда знаний у вас станет больше. Будьте пытливыми, задавайте вашим пригласителям-лидерам как можно больше вопросов, и начинайте разбираться. Следующий поток – это ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока. Если вы хотите быстрее, то заходите, конечно же, в ускоренный стартовый поток. Ускоренный стартовый поток – это подвид стартового потока. Более быстрый и более выгодный. Условия открытия очень простые, но дают вам неограниченные возможности. Первое условие – это мы оплачиваем сразу 4 периода. 4 периода, e-currency на все 4 периода подтягиваем. Пятый, шестой период дается нам в подарок вместе с e-currency. И наш поток выскакивает сразу же на седьмой период начислений. Как будто бы прошло 6 периодов в обычном стартовом потоке. А в ускоренном мы сразу же выскакиваем с момента создания сразу же на седьмой период. А это очень интересный период, когда начислений уже больше номинала потока. То есть, если вы выбрали номинал 10 тысяч, начисление уже будет больше, чем 10 тысяч. И в дальнейшем, так же, как и в стартовом потоке, мы продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать, пополнять, снимать, подтягивая e-currency каждый раз на каждый период. Именно таким образом после каждого пополнения у вас получается прибыль, которая идет, конечно же, за счет подтяжки нашей криптовалюты e-currency. Так работает ускоренный стартовый поток. Это один из моих любимых потоков, поэтому я максимально стараюсь запускать ускоренные стартовые потоки как можно чаще, как можно больше номинала. Чем больше номинал в стартовых потоках, тем больше прибыль за счет того, что e-currency надо подтягивать чуть поменьше в процентном соотношении к доходу. Поэтому, дорогие друзья, обязательно используем стартовые потоки для того, чтобы, во-первых, обучиться, во-вторых, создать себе стабильный, пассивный, я бы сказал, даже вечный доход. Поэтому чем больше у вас будет стартовых и ускоренных стартовых потоков, тем больше в течение полугода вы выйдете на другой совершенно уровень достатка. Следующий поток – это быстрый поток оранжевой вкладочки в вашем кабинете. Мы его называем «деньги на каждый день», и быстрый поток подразделяется на два типа потока. Первый поток – это обычный быстрый поток, второй – это супербыстрый поток. Обычный быстрый поток, который работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями вместе с прибылью, которую мы получаем за счет подтяжки нашей криптовалюты e-currency, так же, как и во всех наших потоках. Супер же быстрый, работает 2 недели, всего лишь 2 недели, друзья. Это такого вы не встретите нигде, абсолютно, с такой надежностью, как в нашем сообществе. Вы за 2 недели такую доходность вообще нигде не встретите. И, честно сказать, это вообще реально круто, надо просто разобраться. Так супербыстрый поток работает 2 недели, самый короткий поток для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопочки начисления премии. Супербыстрый поток – он заморозка средств, как и обычный банковский депозит. Вы просто вносите, начисляете каждый день. На 15-е начисление, на 15-й день нажатия у вас сразу же выплачивается и тело вклада, и процент. Для быстрых потоков можно говорить о таких формулах, как тело вклада и процент. Потому что в обычной, так сказать, нельзя. Там совершенно другие алгоритмы, которые по-другому, даже фразеология другая. Вот, поэтому обычный быстрый поток и супербыстрый поток – это хорошие потоки для того, чтобы у вас были деньги на каждый день. Поэтому, дорогие друзья, пользуемся, открываем, начисляем и получаем соответствующую прибыль. Обычный быстрый поток дает от 5 до 20% в месяц. Супербыстрый поток дает доходность от 5 до 10% за 2 недели, друзья мои, 2 недели. Следующий поток называется растущий поток. Это зеленая вкладочка в вашем кабинете. Поток, который растет в течение 6 месяцев с момента последнего пополнения. Работает он ориентировочно около года, дает начисления, но растущие начисления он дает в течение 6 месяцев с момента последнего его пополнения. Так устроен растущий поток. Мы его называем базовые деньги на жизнь. То есть это тот поток, который превратит ваши 10 тысяч в 20 тысяч после подтяжки и каренсии, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки и каренсии, ваши 100 тысяч в 250 тысяч после подтяжки и каренсии. Соответственно, всегда надо подтягивать и каренсии, чтобы была прибыль. 500 тысяч в миллион 375 после подтяжки и каренсии, миллион, соответственно, в 3 миллиона, 5 миллионов в 15 миллионов и так далее. То есть у меня много участников, которые заходят спокойно и на миллионы. Есть даже у нас участники в сообществе, спокойно заходящие на десятки миллионов. Поэтому есть, которые зашли на 10 тысяч и дошли в течение нескольких месяцев до миллиона. То есть у каждого своя стратегия, у каждого свои входные данные, но то, что если человек по-настоящему хочет, нет предела. Просто реально нет, и человек может реально в нашей системе развиться и поставить любые себе цели. Поэтому растущий поток – это любимчик многих участников, и на данный момент многие его поняли, но он, как бы сказать, он живой. На каждое ваше действие он реагирует. И реагирует он таким образом, что если вы начисляете каждый день, то процент начисления у вас растет, и, соответственно, денежки вы накапливаете в копилочке. То есть нажали на кнопочку – 0,3% старт начисления, следующий день – 0,31%, следующий – 0,32%, следующий – 0,33%. И весь процент, все начисления капают вам в копилочку, и вы их накапливаете. Пока накапливаете, процент растет. Как только часть средств с копилки сняли, на такой же процентном соотношении ваш процент начисления откатывается назад. Поэтому, дорогие друзья, используйте растущий поток, изучайте его, это очень интересный механизм, алгоритм, вам, я думаю, он очень понравится. Растущий поток нужно взращивать в копилке, он учит терпению и прорабатывает, конечно же, жадность и страх потери. Это такие очень интересные вещи, и вы столкнетесь с ними, когда начнете деньги заводить, выводить, начислять, и вы почувствуете вот эти чувства, которые у вас будут возникать. Я прошу вас улавливать вот эти чувства, контролировать их, и, конечно же, правильно ими пользоваться, да, для того, чтобы вы становились профессионалами в области финансов в том числе. Поэтому растущий поток – это шикарный поток для того, чтобы вы обучились в том числе правильным управлением. Но если вы будете в нем делать правильные действия, как в стартовом, если вы эти навыки перенесете со стартового на растущий, у вас будет все тоже очень хорошо. И растущий у вас будет постоянно расти, и вы можете дойти спокойно до тех целей, которые вы себе замечтали. Есть участники, которые пришли с 10 тысячами, и сейчас в растущем потоке у многих уже по 2-3 миллиона. Есть участники, которые сразу же хорошо стартанули, и у них тоже сейчас хорошие суммы. Поэтому в зависимости от желания можно реально развить свой поток так, как вы хотите. Идем дальше. Следующий поток – это, конечно же, очень интересный поток. Называется накопительный поток. Это тот интересный поток, который мы называем наш пенсионный фонд. Представляете, у нас в сообществе есть свой пенсионный фонд. И сиреневая вкладочка в вашем кабинете олицетворяет именно ваш будущий пенсионный фонд. И на данный момент, если у вас нет кабинета, вы не понимаете, о чем я говорю, то обязательно зарегистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если у вас нет пригласителя, пишите мне личное сообщение, возьму у вас свою команду с бесплатным профессиональным обучением. Либо выбирайте любого лидера у нас из списка, который скидывает в чате бот. Вот все профессионалы, все помогут разобраться с нюансами работы в системе. Так вот, накопительный поток, сиреневая вкладочка. Деньги на будущее можно по-другому назвать. Либо фонд совершенолетия. Кто по-разному его использует. Кто-то для себя использует, кто-то использует для своих будущих детей. Кто-то даже для будущих детей. Поэтому в любом случае в будущем деньги будут тоже нужны. Я сейчас не вижу трендов и тенденций, что деньги отменят или как-то мы будем жить более благостней. К сожалению, я думаю, что люди идут в технократический мир, где будет еще больше зависимости от денег. Поэтому деньги в будущем тоже будут нужны. Поэтому накопительный поток создан для того, чтобы решить эту задачу. Стратегия в накопительном потоке от 3 до 25 лет. И он так устроен, что есть период накопления, а есть период выплат. Допустим, вы в накопительном потоке выбрали период накопления 3 года. Значит, период выплат у вас будет 3 года по истечению периода накопления. Выбрали 5 лет, у вас будет период выплат 5 лет. Есть табличка в кабинете. Называется «Как создать поток и эффективно управлять там». Целые аксценты. Посмотрите, разберетесь. Старт можно даже от 1000 рублей начать. Вот, минимальное количество лет 3 года. То есть и вперед, как говорится, в добрый путь. Создавайте себе благополучное будущее. Я постоянно запускаю все новые и новые накопительные потоки. Вот, как только я довожу очередной накопительный поток до конца, я открываю новый и опять начинаю вести его до конца. И таким вот образом накапливается все больше и больше денег в будущем. И это очень круто. Следующий поток – это поток удачи, друзья мои. Либо по-другому называется наша беспроигрышная лотерея. 5 из 32 на некоторых площадках. В данном случае сегодня, в данный момент времени на рублевой, на общеевропейской. И на испанской, на польской и на киргизской площадке. Это 5 из 25 пока еще. Поэтому пользуйтесь, играйте и выигрывайте. Беспроигрышная лотерея состоит из трех видов лотереи. Первая лотерея – это классическая лотерея стоимостью 100 рублей, джекпот – 300 тысяч. Вторая лотерея – синяя лотерея стоимостью 500 рублей, джекпот – 500 тысяч. И, соответственно, золотая лотерея стоимостью миллион, джекпот – стоимостью… Наверное, скоро такие лотереи будут, не зря оговорился. Стоимость лотереи – 1000 рублей, джекпот – миллион. Прикольно было бы, да? Лотерея – миллион, а джекпот было бы там 100 миллионов. Интересно, да? Возможно, и появится. Но только нам надо всем вырасти в соответствующем уровне развития, для того, чтобы у нас была такая прекрасная лотерея. Правила лотереи читаем во вкладочке ЛТ в вашем кабинете. Регистрируемся. Регистрация вас ни к чему не обязывает, зато будет у вас доступ ко всей полностью информации. Если у вас нет пригласителя, пишите мне в личное сообщение. Дальше. Что еще? Еще два обалденнейших, просто обалденнейших инструмента. Но прежде чем о них я вам расскажу, давайте мы подытожим, да? О чем я сейчас вам рассказал. Какие потоки у вас есть в кабинете, какие закладочки, которые вы сразу же увидите, они разноцветные, да? Первый – это стартовый поток, красная закладочка. В стартовом потоке есть подвид, ускоренный стартовый поток. Дальше. Быстрый поток – оранжевая вкладочка, БП называется. И подвид быстрого потока называется супербыстрый поток. Дальше. Пятое – это растущий поток. Шестое – это накопительный поток. И седьмое – это лотерея. Итого, семь инструментов у вас есть в кабинете уже, да? Каждый инструмент в разное время дает разное количество денег в зависимости от того, какие действия вы делали и за какие алгоритмы запустили. Дальше. Но кроме этого, это еще не все. Еще у нас в сообществе есть рекламный бюджет. И те участники, которые не могут молчать об этой возможности, участвуют в распределении рекламного бюджета через нашу реферальную программу. То есть сообщество не платит рекламу никому, а платит через реферальные начисления своим активным участникам и лидерам. Поэтому у вас есть возможность взять дополнительные деньги из рекламного бюджета. Дирек там очень много. Поэтому рекомендую как бы брать всегда из рекламного бюджета для того, чтобы кто-то запускает свои денежные потоки, раскручивает таким образом. Кто-то в общем выходит на хороший уровень дохода. Поэтому следующие потоки – это, конечно же, потоки реферальных начислений. У вас есть вкладочки, указаны в кабинете. Если нет, регистрируйтесь. Называется «Вознаграждение за развитие проекта». Первое вознаграждение – это поток реферальных бонусов. Это бонусы за реферальные ваших лично приглашенных от 2 до 7% в зависимости от потока, который открывают ваши участники. То есть из рекламного бюджета вам платятся соответствующие бонусы. И, конечно же, лидерский бонус либо командный бонус – это тот бонус, который оплачивается уже участнику, который в квалификации лидер. Как стать лидером? Это очень просто. Для этого нужно вам пригласить в вашу первую линию 10 участников, чтобы они активировали, соответственно, кабинет через создание потоков. Дальше разобраться во всех нюансах работы системы, пройти соответствующее обучение, сдать экзамен. И на совете лидеров у топ-лидера принимается экзамен, в ходе которого присваивается должность лидера. В ходе этого дается возможность получать лидерский бонус. По лидерским веткам до седьмого уровня, по своей ячейке участников-консультантов, которые вы консультируете лично до бесконечности. Поэтому, друзья мои, это просто неограниченные возможности, финансовые в том числе. Поэтому те, кто еще из активных участников еще не стал лидером, обязательно становитесь. Те, кто еще не зарегистрировались, обязательно регистрируйтесь, не тормозите, потому что здесь реально крутейшее место. И с такой надежностью, которая есть система, созданная и проверена годами, с такой надежности в интернете нет вообще. Это я вам скажу, потому что я здесь уже седьмой год. Именно поэтому я нигде не лазил, нигде, ни по каким коммерческим проектам. Потому что здесь мне всего хватает. И идеология, и, можно сказать, философия, и смысл, и сердце, и душа здесь есть в этом сообществе, и деньги здесь есть, и все здесь есть. Вам, поверьте, всего хватит. То есть я сейчас в данный момент управляю около десятью сайтами. Также будете управлять и вы, если вы полностью разберетесь со всеми проектами, которые сейчас в доступе. И каждый проект вам может давать финансовое средство. Поэтому, друзья, берите. И вам здесь всего хватит абсолютно. Главное, чтобы вы бы хотя бы это утащили, взяли бы с собой и начали использовать. И тогда просто забудете о каких-то там беготне по интернету и сконцентрируясь на одном, и придете к шикарным результатам, которые я вижу каждый день. И вот сегодня поздравляю. Вот несколько миллионеров наших новых скинули свои скрины. Поздравляю Олесю, поздравляю тех, кто встал на путь к движению с самым первым миллиону. Это очень круто. И несмотря на то, что у многих было, в том числе и у Олеси, было поначалу очень страшно. Потому что, ай-яй-яй, столько вопросов. Ну, а сейчас уже настолько наработали как бы смелость, что уже спокойно просто топают к миллиону. И уже, я думаю, не за горами будет второй, третий миллион и так далее. И поэтому и люди выходят полностью на совершенно другой уровень жизни. И что, как говорится, и должно по-хорошему быть. Потому что денег в этом мире очень много. Но в связи с тем, что мир устроен по принципам пирамидальной системы, вы с этим разберетесь, когда только посмотрите фильм «Деньги. Пирамиды. Долгов». Потом посмотрите «Дух времени. Первая, вторая, третья части». Потом поразмышляете, может, еще покопаете в интернете эту тему. Вы поймете, что принцип пирамидальной системы – это когда низы платят, деньги уходят вверх, а низы кормят верхи. Наша система совершенно по-другому. У нас система такая, я бы сказал, народная касса взаимопомощи нового поколения для народа. Для того, чтобы каждый человек, которому эта идея интересна, он мог ею взять и воспользоваться. Поехали дальше, друзья мои. То есть семь инструментов у вас уже есть в кабинете, плюс два инструмента. Я вам только что рассказал дополнительных источников денег. То есть итого девять уже источников денег есть. Я записывал целый эфир, еще было прошлым летом, 17 денежных потоков. Можете посмотреть этот эфир у меня на странице YouTube. Просто заходите в YouTube, прямо в голову, пишите «Андрей Алисеев» и сразу попадаете на мой канал. Вам поиск сразу найдет. И заходите, и 17 денежных потоков в списке видео найдете. И посмотрите. Там я подробненько про каждую финансовую возможность рассказываю. Сейчас, дорогие друзья, я расскажу вам о нашей финансовой инфраструктуре. Что такое финансовая инфраструктура? Для начала, что такое инфраструктура? Давайте я расскажу вам о городской инфраструктуре, чтобы вы понимали. Инфраструктура – это то, что делает жизнь человека комфортнее, проще, удобнее. То есть в городе есть городская инфраструктура. Не просто построены пятиэтажки в поле, и между каждой пятиэтажкой грунтовая дорога. И потом, когда идет дождь, все выходят в сапогах, чтобы дойти с одного дома до другого. Соответственно, везде все грязно и так далее. Нет, тропиночки какие-то, тротуарчики сделаны, чтобы колясочку детскую было удобно. То есть что такое инфраструктура? Это газ, свет, водоснабжение холодное, водоснабжение горячее, отопление, канализация, вентиляция, освещение уличное, освещение внутри подъездов, домофоны те же самые. Что еще у нас есть инфраструктура? Там тротуарчики всевозможные, газончики, площадки детские. То есть вот это все стоит очень дорого и делается очень долго. И это все делается с единой целью, с этим жить в долгую. Вот это поймите. Также и в сообществе у нас есть финансовая инфраструктура. Она тоже делалась очень долго. Она стоит очень дорого. Сообщество затратило за эти 11 лет более 10 миллионов долларов для того, чтобы создать вот эту всю финансовую инфраструктуру, если даже не больше. Которая создана для единой цели – с ней жить. Понимаете, да? С ней жить и ее использовать ежедневно в жизни. Что я и делаю каждый день. Я нажимаю кнопочку и делаю начисление. Целые алгоритмы такие прокручиваем, мечи интересные, благодаря которым у нас деньги есть всегда у каждого участника абсолютно. Вот, поэтому эта финансовая инфраструктура – это очень ценная штука. Ни один коммерческий проект не заморачивается созданием своей финансовой инфраструктуры, потому что это экономически невыгодно. Это окупается очень-очень долго. И поэтому коммерческий проект не заинтересован вот это все делать. Проще найти там какого-то быстрого партнера. Задача у коммерческого проекта – сайтик, какая-то внутряночка, легенда, маркетинг. Вот и все, и погнали. Завести деньги в коммерческий проект очень просто, а вывести из него очень сложно. И, как правило, все это схлопывается и называется это хайпом. Вот, и хозяин проекта уходит в освоясь. У нас в сообществе совершенно все по-другому. У нас даже завести сложнее, чем вывести эти деньги. То есть, кстати, да, дорогие друзья, если у кого есть рубли на сберкассе, прошу вас, пишите мне личное сообщение. У меня очередь стоит на целых 2-3 миллиона, по-разному бывает каждый раз, на рубли на сберкассе. Поэтому, если у вас есть 2-3 миллиона, без проблем, еще несколько дней мы это все разберем, я и моя команда. Поэтому у кого есть рубли на сберкассе, пишите мне личное сообщение. Все заберем, просто заберем подчистую. Поэтому, дорогие друзья, у нас проще вывести из системы, чем завести. И когда вы столкнетесь с этим, вы это поймете. Потому что заходим мы в основном где-то криптовалютой, ну а тот, кто выходит, у того просто рубли расхватывает. Вот. Поэтому, дорогие друзья, какая у нас финансовая инфраструктура есть? И она создана с единой целью, чтобы с ней жить. Первое. У нас есть наши платформы, наши народные кассы взаимопомощи нового поколения. Их целых 5 штук сейчас пока. Их будет еще больше, потому что сообщество разрастается, количество единомышленников увеличивается, комьюнити в разных странах крепчает, лидерский состав крепчает. И таким образом будут появляться мощные лидеры, топ-лидеры, которые будут брать на себя ответственность, раскручивать ту либо иную страну. Поэтому у нас сейчас 5 площадок, да? Давайте пройдемся. Это рублевая площадка, дальше общеевропейская, рублевая в рублях, общеевропейская в евро, испанская в евро, польская в польских злотах. И последняя вот открылась свеженькая, это киргизская в киргизских сомах. Вы можете пользоваться всеми 5, я на всех 5 участвую. Везде на каждой площадке я в квалификации лидер, поэтому это очень выгодно, что и вам, кажется, рекомендую участвовать везде, потому что это называется валютная диверсификация в том числе, потому что курсы валют, они постоянно разные. И каждая валюта, в зависимости от инфляции, она падает по-разному. Поэтому если вы участвуете везде, то у вас валютная диверсификация. Дальше. У нас два криптовалютно-платежных сервиса. Это Сберкасса и Монистораж. Сберкасса заточена в основном для работы на постсоветском пространстве, Монистораж заточена для работы с западной финансовой системой. Но, в принципе, каждый человек на планете Земля может пользоваться и тем, и другим, потому что мы заходим в основном к криптовалютой, поэтому разницы нету, с какой вы страны. Но они просто финансово так заточены. Дальше. Идем дальше. Что у нас есть еще? У нас есть своя криптовалюта и currency, друзья мои. И это потрясающе. Причем это не токен, не коин, это currency. Currency задумано как универсальное платежное средство. И в будущем она в том числе будет использоваться в нашем внутреннем товарообороте. Поэтому e-currency сейчас задействована в нашем внутреннем финансовом товарообороте. Мы подтягиваем e-currency ко всем потокам. За счет этого у нас прибыль. Дальше. У нас есть облачный майнинг в сообществе, с помощью которого мы можем майнить e-currency и на этом тоже прекрасно зарабатывать. Дальше. У нас свой собственный блокчейн. Это вообще дорогая штука и делается очень долго. И даже несколько месяцев назад компания Sony только сделала анонс новости, что вот собирается сделать свой собственный блокчейн. Только собирается. У нас уже 5 лет свой собственный блокчейн существует, а они только собираются. Не каждый европейский банк может похвастаться своим собственным блокчейном. Я уже не говорю про все остальные банки. Поэтому, друзья, блокчейн – это такая штука очень интересная. Это система учета данных. Это дорогая штука. Ее надо обслуживать, и она дает потрясающие возможности. У нас блокчейн – наше собственное, можно сказать, производство с огромной скоростью транзакции. Когда вы начнете пользоваться нашими криптовалютными платежными сервисами, вы почувствуете, как очень быстро работает блокчейн. Дальше, следующее. У нас есть своя нейросеть. Вот уже 2 года самообучаемая нейросеть встала на стражу нашей финансовой системы, сообщества. И задача ее, прежде всего, это обеспечить безопасность работы всей системы. И это вообще круто. Когда я пришел в 2017 году, в 2018, мы только об этом во всем мечтали. Сейчас у нас это все есть, мы можем великолепно всем этим пользоваться и наслаждаться, как говорится, жизнью, чего и вам рекомендую. Поэтому однозначно не тормозите, начинайте разбираться. Если кто еще не зарегистрирован, обязательно регистрируйтесь. Если у вас нет пригласителя, пишите мне личные сообщения. Если есть, обязательно обратитесь к нему и попросите реферальную ссылочку, регистрируйтесь. Либо выбирайте из чата у нас любого лидера в списке. Бот скидывает список лидеров. Выбирайте любого. На данный момент это целая инфраструктура, о которой я вам рассказал. Сейчас, на сегодняшний день я управляю 10 сайтами одновременно. И причем это не предел. Я лично только знаю еще сайтов 5, наверное, которые в любой момент могут запуститься. Но главное, чтобы вы были как участники сообщества к этому готовы. Поэтому рекомендую раскручивать свои потоки, чтобы выходить на новый принципиально важный финансовый уровень, чтобы вы могли позволить себе много что в этой жизни путешествовать и общаться с сообществом. Здесь недавно произошла целая встреча наших лидеров, топ-лидеров, активных участников Турции. Прекрасно недельку все пообщались вместе с основателем, с нашим Дмитрием Васадиным. Вот. И послушали новости, перспективы развития и о будущем пообщались великолепно. И это круто. И такие встречи будут все чаще и чаще и чаще. Следующая встреча у нас, конечно, на осень. На осень. Поэтому тот, кто хочет, готовьтесь, готовьтесь, ставьте, как говорится, цели и вперед. Так же, как когда-то я тоже поставил цель, познакомился с Дмитрием Васадиным. После того времени я нахожусь в сообществе и, как говорится, ни один день об этом не пожалел. И мои майнеры, майнинги работают уже без остановок, уже шестой год и приносят соответствующее количество и каренси. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь всеми возможностями. Так, про инфраструктуру, надеюсь, понятно, я рассказал. Теперь следующее я отвечу на часто задаваемые вопросы. Первый вопрос – это откуда деньги? Второй вопрос – это что у нас, пирамида, не пирамида? Третий – лохотрон, не лохотрон? И приглашать, не приглашать? Вот эти вот часто задаваемые вопросы, мне уже за многие года надоело на них отвечать, поэтому я их уже сразу включил в презентацию. Поэтому откуда деньги? Деньги из нескольких источников. Пять из них я вам сейчас расскажу. Но есть еще источники, про них я рассказываю в основном уже на командном обучении. Так вот, первый источник, один из основных источников – это прогнозируемая курса роста нашей криптовалюты и каренси, которая только за последний год сделала X30, подорожала в 30 раз. Почему так происходит? Потому что сообщество растет, потому что количество созданных потоков растут. Вот, допустим, если сравнить мой кабинет год назад и сейчас, то у меня в разы количество больше созданных потоков, потому что они постоянно все растут. И количество площадок растет, количество потоков у меня тоже растет, соответственно. Только там семь или восемь кнопок надо постоянно нажимать, да? Даже палец иногда устает. Пока пронажимаешь эти все кнопки, это же целое дело становится, да? То есть 5-10 минут тупо только нажимаешь кнопки. Поэтому на данный момент, то есть чем больше у вас будет источников, приносящих вам деньги тогда, когда вы спите, тем больше и свободнее вы будете. Иначе придется работать до самой пенсии, которые трудно назвать пенсии. Это называется, я бы сказал, деньги на дожитие. Вот, наверное, так правильнее будет. Так вот, первый источник от прогнозируя курса роста нашей криптовалюты и каренсии, которая за последний год только сделала x30. Поэтому, если, дорогие друзья, вы бы знали об этой возможности в прошлом году, вы бы купили на миллиончик и каренсии, а сейчас могли бы на 30 миллионов продать, но вы этого не знали, потому что надо знать, быть в тренде, как говорится, быть в информационном поле. Тогда будете использовать все возможности, которые постоянно, каждый раз появляются и появляются. И те, кто эти возможности успевает взять, те, конечно же, приобретают быстрее финансовую свободу. Следующее. Деньги от справедливого перераспределения денежных средств не по принципу пирамидальной системы, а по принципу одноранговой сети. Что такое одноранговая сеть? Это, можно сказать, принцип, озвученный еще когда-то королем-мартером. Круглый стол, первый среди первой, равный среди равных, король среди королей. Либо по-другому можно сказать, допустим, вы пошли в поход, и пошли работать, допустим, в какой-то коммерческой фирме, и пошли в поход все. Неважно, кто это, генеральный директор, замдиректора, главный бухгалтер, которому даже в обычный день не подойдешь в кабинет спросить, ай-ай-ай, что-то мне тут начислили зарплату не так-то, да? Там целая очередь стоит, и хрен дождешься. А здесь вы все пошли в поход, все общаетесь, смеетесь, да? И каждый тащит рюкзачочек с продуктами питания. Вы на несколько дней с ночевкой пошли на горное озеро, допустим, так, да? Вот, и пришли вас человек 30, вы развели большой костер, сели, большой чан поставили туда, там, налили воды, кто-то унес воду чистую, там, собрали со всех разные продукты питания, скинулись и сварили, там, не знаю, уху. Даже кто-то сходил, там, словил рыбку, и, там, допустим, уху сварили, да? Вот, и таким-то образом вы сели все вокруг костра, и все поели. Кто-то там захотел, пожалуйста, мог двойную добавку взять, да? От этого никто там не похудел, не победнел. Вот, и вот это называется одноранговая сеть. Так же самое и у нас в сообществе. Все на равных, неважно, кто вы, новичок, лидер, топ-лидер, вы здесь 10 лет, 7, как я, или же вы только сегодня зарегистрируетесь, то есть вы все в одинаковых условиях, кабинеты у всех одинаковые, проценты у всех одинаковые, потоки у всех одинаковые, а вот как вы ими пользуетесь, вот в этом большая разница. Поэтому регистрируйтесь, поэтому обучайтесь, дальше набирайте опыт, нарабатывайте практику и, конечно же, топайте к вашим целям, а самая главная цель – это, конечно же, путь к финансовой свободе. Поэтому справедливое перераспределение – это когда всем всего хватает, а не так, что низы кормят какие-то там верхи. У нас нет ни верхов, ни низов, ни передних, задних, задних, боковых каких-нибудь, верхних, нижних, ничего этого у нас нет. У нас все в одинаковых условиях, и неважно, ну, какой у тебя там должность или ранг, вот, абсолютно, да. То есть самый вот новичок в моей команде, и я как лидер уже большого уровня, у нас одинаковые кабинеты, абсолютно, да. Поэтому на данный момент это очень справедливое распределение. И тут уже зависит только все от вас. Если же вы делаете правильные действия, вы проходите грамотное командное обучение, вы становитесь грамотным участником сообщества, то у вас все шикарно будет, да. И ваши кабинеты начнут потихонечку расти все больше, 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 и давать вам все большее начисление каждый день. Поэтому справедливое первоиспределение в этой штуке огромное количество денег. Вот, потому что та система, которая устроена в мире сейчас, это та система, когда большинство кормит меньшинство, грубо говоря, да, либо низы кормят верхи, переверните еще раз однодолларовую купюру, и вы все поймете, если вы, конечно, человек разумный, да. И причем никто уже это ничего не скрывает. Я думаю, вы читали последние новости, это буквально было месяц назад, написано, что скоро на Земле, через годик, по-моему, появится долларовый триллионер, друзья мои. Миллиардов мало, миллиардов уже мало, хотят уже триллионы, друзья мои. В то же время 5 миллиардов людей на Земле ухудшат качество своей жизни. То есть триллионер становится за счет ухудшающих качества своей жизни. Вот туда деньги идут, все джик, и вот один триллионер будет, напишет себе на лбу здесь татуировку, я триллионер, первый на Земле. И все, и будет счастлив, как говорится, всю свою жизнь. Поэтому, дорогие друзья, на данный момент принцип перераспределения благ, это очень важная штука. И тот, кто не понимает еще этого, разбираемся. Читаем, изучаем, гуглим. Google в помощь, как говорится, все. Вот если в советское время, когда не было интернета, то есть многие, кто писал курсовые дипломы, диссертации, приходилось ехать в Москву, жить там, не знаю, где-то там в съемных квартирах, общагах, чтобы месяц там был доступ в библиотеке Ленина, чтобы тебе дали там книжечку какую-нибудь там на несколько часов, и ты сидел, быстренько выписывал это все, это в свою тетрадочку, какие-то там мысли, чтобы написать там ту или иную диссертацию. Сейчас у вас круглосуточный доступ 24 на 7 к интернету, это, считай, доступ у вас в библиотеку всемирную, даже не Ленина библиотека, всемирную библиотеку, вы там можете найти все, что вы захотите. Вы там можете обучиться бесплатно всему, чему вы захотите, абсолютно всему. Вышивать, вязать, не знаю, там еще что-то делать, подпрограммировать, дизайнер, веб-дизайном научиться, еще что-то, вот всему можно научиться абсолютно. Поэтому, ну уж тем более, личностному развитию, либо какую-то тему копануть для того, чтобы понять, как, что такое, допустим, система перераспределения благ. По пирамидальному особенно типу. Ну, или хотя бы смотрим, конечно же, базовые фильмы. Фильмы – это «Деньги, пирамида, долгов», либо «Дух времени», «Первая», «Вторая», «Третья» части. Это такие очень мощные фильмы. И если кто вот реально из участников моей команды их осиливает, я реально этих людей очень сильно уважаю, потому что это уже говорит о многом. Это говорит о множеом, что то, что человек ищущий, человек познающий, человек способный зрить в корень, либо глубину, копать глубоко. И это, значит, очень важно. Потому что именно глубина важна в сообществе. И сообщество создано не просто так. Сообщество создано для того, чтобы позволить людям жить как-то по-другому, друзья мои. Как-то по-другому. Не так, как сейчас живет обыватель. Если человек, ему что-то не хватает, им не нравится заработная плата, ему не нравится эта жизнь. Он понимает, что где-то он что-то в беличьем колесе, на крысиных бегах вот таких, да? Он понимает, да? Тот, кто вот понимает уже, тот уже созрел для сообщества, для того, чтобы стать свободным человеком. Кто еще не понимает, тому еще надо побегать много тысяч километров внутри вот этого крысиного колеса, бесконечного, и тогда уже человек, он начнет задумываться. Поэтому, как правило, кто приходит к нам в сообщество, подуставшие уже немножко, уже с опытом люди, уже понимающие, что вот сколько бы что ни делал, ничего не меняется, да? Вот. Уже мудрые люди, люди, которые хотят жить как-то по-другому, и так ищущие люди. Вот такого обычно, такие единомышленники приходят к нам в сообщество. И начинают изучать. И те, кто изучают, он просто охреневает. Здесь целый мир, здесь целый космос. Чем глубже погружаешься, тем больше начинаешь понимать его, тем понимаешь, насколько тут все запрограммировано, задумано, продумано, все для вас. Следующий, друзья мои, источник дохода. Третий источник дохода в системе от того, что у нашей системы нет хозяина. У нас не коммерческий проект. У нас социально-финансовый и даже, я бы сказал, даже образовательные проекты, образовательное сообщество. И весь доход остается в сообществе. А это очень важный момент. У любого коммерческого проекта есть хозяин. И коммерческий проект создается с единой целью, друзья мои, накормить хозяина. И, как всегда, коммерческий проект только создается в пирамидальной системе. То есть все. То есть один голодный, создает систему, это маркетинг, сайтик, там легенда, еще что-то, какую-то хрень, да, чтобы заманить других голодных, чтобы они его накормили. Вот в этом большая разница. У нас нет хозяина проекта. У нас есть основатель наш, Дмитрий Васадин. Вот. Это тот человек, который уже давным-давно, еще до момента задумывания сообщества, уже стал финансово свободным человеком. И учит нас этому в том числе через прекрасные вот эти инструменты, которые вырабатывались не за один год. И на данный момент они дают потрясающий результат. С такой надежностью, я говорю, как есть в сообществе, таких проектов нет в интернете, потому что нету миссии по жизни. Так вот, хозяин всегда, любой коммерческий проект ограничен. Чем? Первое, целями хозяина, второе, жадностью хозяина. Все. Это конечная штука. Как только хозяин берет то, сколько ему надо, дальше он это все дело сворачивает, потому что он уже, это уже все дело превращается в большой геморрой. Вот. И спокойно уходит, как человек, достигший своей цели. А все остальные под до барабана. Потому что главная цель коммерческого проекта накормить хозяина проекта. Все. Больше другой цели нет. Я как человек, который создавал бизнесы, я реально четко понимаю, как это устроено. И на данный момент, когда я впервые делал став своей первой фирмы, фирмы и написал там, что цель создания, это там лучшее обслуживание клиентов там в своей сфере, которую я начинал. Мне создали вопрос, говорит, ты что, у тебя что, благотворительная организация или там чем ты хочешь заниматься? Я говорю, нет, только коммерческая. Ну, так вот, коммерческая цель коммерческого проекта. Получение прибыли. Все. Больше другой цели нет. Поэтому он называется коммерческий проект. Поэтому, дорогие друзья, вот так это все устроено. Поэтому не рекомендую сейчас по интернету и тем более по коммерческим проектам. И тем более, где вы не понимаете, кто за ним стоит и кто, для чего и почему. вот, дальше идем. Четвертый, четвертый источник дохода, это от того, что деньги в системе от постоянного пополнения потоков, дорогие друзья. Это так интересно устроена наша система, что, чтобы получать потоков, надо постоянно их пополнять. И я постоянно пополняю свои потоки, и получаю все больше, больше и больше. Вот. И на данный момент это круто наполняет систему дополнительными деньгами. То есть я хочу выйти на, вот, допустим, я иду, я вышел на такой уровень достатка, да, и хочу дальше двигаться, да, я опять пополняю систему, я выхожу уже на такой уровень достатка. Потом, чтобы поддерживать систему, я реинвестирую здесь. Потом я поставил цель, выхожу на новый уровень, я опять пополняю систему и выхожу уже здесь, уже начинаю на этом уровне. И так далее. То есть на данный момент это очень круто, что позволяет выйти на определенный уровень и на нем задержаться. Вот это же самое ценное. Это не система создана для того, чтобы срубить бабло. Это система создана, чтобы выйти на определенное качество жизни, на какой-то доход и на нем задержаться в долгую, возможно, даже на всю жизнь. Поэтому, дорогие друзья, я, по крайней мере, точно никуда уходить не собираюсь. Мне здесь очень нравится, потому что здесь очень крутые люди, крутые единомышленники. Здесь обалденный мир, обалденный финансовый мир, который создавался не за один год и не от балды, а только через практику. И всегда все создается только для того, чтобы участникам было проще, легче и веселее. И это действительно реально очень круто. Так вот, это четвертый, можно сказать, источник дохода от того, что мы постоянно все участники пополняем свои потоки и получаем все больше, больше и больше. И пятый, пятый источник дохода. Я этот источник дохода заметил только, когда начал уже анализировать свою большую команду. Как бы я не выстроил командное обучение, как бы я не рвал горло на командном обучении, но всегда найдутся 10-15% людей, кто-то это новички, кто-то старички, неважно, которые не хотят учиться. Именно поэтому они идут, сами пытаются по своей стратегии сделать все красиво, но в итоге делают неправильные действия, которые приводят к неправильным результатам. То есть система бы и рада бы дать им больше, но они не берут, потому что делают неправильные действия. А учиться не хотят, как сделать правильные действия. Когда они уже много раз делают неправильные действия, они понимают, что все-таки надо учиться, потом идут учиться, и у них все получается. Но какой-то период времени они реально экономят огромное количество денег для системы. Система бы рада им дать 250 тысяч, а они берут там 200, только 50 тысяч экономии. Но недополучили. Почему? Потому что сделали глупости. Вот, поэтому, дорогие друзья, и такое тоже есть. Поэтому я, если раньше я немножко огорчался по этому поводу, сейчас я, ну, улыбаюсь и говорю, круто, что так есть, наша система стала еще надежнее, благодаря тому, что кто-то в ней не хочет учиться. Поэтому, ну, приходит время, все люди до этого допирают и начинают делать правильные действия в нужное время и получать прекраснейший результат. Поэтому у всех свое время, как говорится. Поэтому денег дохренища, источников дохода очень много, это еще далеко не все. Следующие источники, я уже рассказываю, более глубинные источники дохода, рассказываю, на командном обучении. Вот, сегодня еще, что я вам расскажу, так, про деньги рассказал, теперь про пирамиды, да. Еще раз вернемся к пирамиду, еще раз. Пирамидальная система, это когда низы кормят верхи. И сейчас система мировая финансовая именно такого типа. Именно поэтому большой разрыв между социальными слоями, это пирамидальная система выстроена в капитализме непосредственно. Вот, и на данный момент она вот такая есть. Если у вас когда-то была либо есть банковская карточка, то вы участник мировой финансовой системы. Если вы не знаете, как она устроена, то у вас реально, ну, большие проблемы от того, что вы не понимаете, где вы и с чем вы и с кем, как бы, сталкиваетесь, да. Поэтому, дорогие друзья, изучите фильм «Деньги. Пирамиды. Долгов». Настоятельно пишите. Дальше «Дух времени». Первая, вторая, третья часть. Если вы осилите вот этот ресурс, я вас буду очень сильно уважать, и вы реально для меня, в моих глазах будете реально человечище, я бы даже так сказал, потому что эти фильмы не каждый сможет осилить. Потому что там очень много информации, исторической информации, аналитической информации, событийной, экономической информации, философии много, что-то из религии даже есть, и так далее. Там собрана вся выжимка эволюции человечества за последние даже несколько тысяч лет. Поэтому, особенно в «Дух времени», первая, вторая, третья части. Поэтому, дорогие друзья, я обязательно настоятельно рекомендую эти фильмы. Они будут, немножко будут, для того, чтобы вы поняли, в каком мире вы живете. Когда вы проснетесь, тогда вам проще станет, у вас появится шанс, друзья мои, шанс. Шанс стать хозяином своей судьбы, не быть холопом либо батраком, да, а стать хозяином своей судьбы, свободным человеком. Вот это большая разница. Когда-то было отменено крепостное право, да, в 1860-х каких-то годах, не помню точно. Так вот, прикол-то в чем? Несмотря на то, что крепостное право было отменено, около половины крепостных крестьян продолжили жить старой жизнью. Понимаете? То есть им сказали, иди, все, ты свободен. Он говорит, я не пойду, мне страшно. Поняли, да? Поэтому тут уже вам выбирать оставаться холопом, либо начать изучать новые знания, погружаться в новую интересную информацию с единомышленниками и выходить на уровень хозяина своей судьбы. А это реальная, очень крутая вещь. Это другие вибрации, это ответственность за свою жизнь, это ответственность за свое здоровье, за свое психоэмоциональное состояние, ответственность за свои знания, в том числе, за свои навыки владения теми или иными действиями, правильными действиями, потом еще стратегии этих действий и так далее. Это целый пласт. Нужно будет изучить совершенно другого, правильного материала, который вам в вашу жизнь изменит в лучшую сторону. И здесь мы все даем абсолютно бесплатно во всех сферах этих жизней. Именно поэтому Сергеем, благодарю его, мы создали хорошую вещь, называется Академия гармоничного человека, и там даем все эти знания бесплатно для команды. Вот. Идем дальше. Плюс еще есть мощное командное обучение у меня в команде, и те, кто участник из моей команды, те могут подтвердить, что мы довольно круто прокачиваемся, причем во всех сферах. Идем дальше. Так. Лохотрон, не лохотрон. Да. Вот. Тот, от кого я слышу подобные слова, это говорит о том, что человек привык мыслить категориями других а-ля авторитетов, не понимая о чем, то есть не умея самостоятельно проанализировать и наработать, чем наработать, протестировать знания, наработать, да. То есть, смотрите, в семнадцатом году ко мне приходит мой знакомый, да, и говорит, тут тема есть интересная, на кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я же не сказал, слышь, ты дурак, что ты лохотроном ко мне приперся, да, я тут все знаю, я тут пуп земли, мне не надо херню рассказывать, я тут вообще крутой. Я такого не сказал, несмотря на то, что я очень много что знаю. И вот эти фильмы, о которых я вам сейчас распинаюсь, говорю, я их еще посмотрел в 2008-2009 годах. И поэтому идея сообщества я проглотил за три секунды. Я сразу врубился. Кто это делает, для чего, зачем и почему? Потому что у меня уже была база знаний. Но несмотря на это, эти фильмы вышли 20 лет назад. Но вы их смотрели? Нет. У вас есть знания? У многих нет. Поэтому рекомендую пользоваться рекомендациями, о которых я говорю. Но я не сказал, ты дебил, ко мне пришел и принес какой-то лохотрон. Нет, я начал изучать. Потому что я стараюсь быть человеком ищущим, познающим новое, понимающим, что мир меняется даже тогда, в 17-м году. Понимаете? Поэтому очень важно остановиться. Очень важно и начать погружаться. Особенно там, где много людей говорят, что здесь стоит копать. Здесь клад. Здесь свобода. Здесь люди деньги получают каждый день. И причем без обязательных приглашений. Хотите, приглашайте. Хотите, не приглашайте. Многие приходили ко мне в команду и не хотели приглашать. А потом, через полгода, я их не могу остановить. Они просто так раскочегарились, что у них уже огромнейшие команды. Вот. Поэтому, дорогие друзья, потому что потоки сами себя о себе рассказывают. И тот человек, который понял, как это все работает, он не может уже об этом молчать. Так это устроено. Поэтому у нас нет обязательных приглашений. И когда продукт очень качественный, как вот сказал Павел Дуров, мы просто делаем качественный продукт. Вот и все. Когда продукт качественный, то он уже сам себя продает. Он уже сам о нем говорят. Люди, потому что он реально крутой. Вот. Поэтому, когда Павел Дуров спросили, сколько вы вкладываете в маркетинг? Он говорит, ноль. Телеграм не дает рекламу. О том, что скачайте, пожалуйста, Телеграм, давайте, это самое лучшее приложение. Ля-ля-ля-ля-ля. Телеграм вообще не дает. Телеграм идет тихо, как и мы. Идет тихо, от человека к человеку. И ноль. Ноль рекламный бюджет у Телеграма. Представляете? Вот. Ну, а мы просто идем от сердца к сердцу и поощряем наших участников. Так, по лохотрону понятно, да? Тот, кто ярлыками мыслит, человек не имеет своего мнения. Человек, ему проще услышать мнение а-ля авторитета, а не наработать свой личный опыт. Это глобальная ошибка. Наш личный опыт – это самое ценное, что в жизни есть. И его избегать не надо. За ним надо, наоборот, идти. Использовать любую возможность, чтобы у вас любая возможность была наработать свой личный опыт. И тогда вы превращаетесь в очень интересного, грамотного, счастливого, богатого, успешного человека. Когда вы начинаете все больше и больше нарабатывать свой личный опыт во всех сферах этой жизни. В здоровье, в счастье, в семье, в отношениях, с деньгами, алгоритмами, криптовалютами, сообщества, инструменты и так далее, биржи. Тогда вы становитесь человеком новой эпохи. А это эпоха информации. Поэтому очень важно знание сразу же превращать в навыки. И вот благодаря этому навыки ваши позволят вам жить совершенно другую жизнь. Идем дальше. Последний вопрос, что там, приглашать не приглашать. Ну, об этом я уже сказал, да. То есть все участники, которые приходят к нам в сообщество на одинаковых условиях. У нас нет ни верхних, ни нижних, ни первых, ни последних. У нас все одинаковые. А кабинеты у всех одинаковые. Неважно, вы топ-лидер, лидер, куратор, либо просто новичок, который пришел сегодня. Кабинеты у всех одинаковые. Проценты у всех одинаковые. Поэтому наши потоки не нуждаются в том, чтобы обязывать вас о них рассказывать. Они сами будут о себе рассказывать. Только если вы это сделаете, то вам сообщество еще денег даст по реферальной программе. А если не вы, то кто-то другой за вас пригласит ваших знакомых. У меня столько таких случаев в моей команде, что участник сидел-сидел. Ну, я посижу уже в кустах, я проверю все. Сидел, полгода сидел, 10 месяцев сидел, нажимал, проверял, работает, не работает, скоманется, не скоманется. Вот так вот. Потом наконец-то раздуплился и понял, что здесь реально хорошая тема, реально деньги платят, реально каждый день, реально все происходит. И пошел рассказывать об этом своим знакомым. Приходит к ним и говорит, слушайте, тут тема хорошая, платят каждый день, вообще классно. Они говорят, так мы уже давно там. Он такой, как там? А я только понимаю, что собрался вам рассказывать, а вы уже там. Пришли другие люди, которые более быстрые. И спокойно рассказали, и забрали за этих знакомых. Поэтому, дорогие друзья, не щелкайте клювом, потому что я сегодня вам рассказал про шикарнейший продукт, который нужен каждому человеку. Потому что мы сейчас живем в постоянно меняющемся мире, мире нестабильности, полнейшей во времена перемен. Именно поэтому каждый человек, я бы сказал, финансово не защищен. Чуть-чуть меняются входные данные, и все, люди остаются без денег в очень удручающей ситуации. Поэтому этот инструмент, эта народная касса взаимопомощи, причем всемирная, я бы даже так сказал, нового поколения нужна каждому человеку, который хочет жить свободно. Если, конечно же, не хочет, то есть все устраивает, не надо к людям лезть. Спокойно, пускай они занимаются своим делом. Поэтому хотите приглашайте, хотите не приглашайте, ваше дело. Когда захотите, тогда начнете приглашать. Или вообще, у меня есть люди в команде, которые вообще ни одного человека не пригласили, но сидят, крутят миллионами вот так, у них все шикарно. А есть люди, которые пришли с полными минусами, но за счет построения команды, за счет того, что они брали деньги из рекламного бюджета, у них сейчас тоже хороший шикарный поток. Вот, поэтому я все рассказал. Теперь, друзья мои, скажу вам честно, что вот я уже много лет наблюдаю за развитием сообщества, это уже седьмой год, и о том, как развивается несколько сотен тысяч наших участников, которые уже по много лет в сообществе. Вот, это только, можно сказать, можно уже целый роман написать, книги, истории жизни людей. Поэтому я сегодня поговорил вам, немножко поговорил про деньги, но по-настоящему, когда вы здесь разберете, вы поймете, что сообщество создано по большей части не для денег, а для людей прежде всего. Поэтому, несмотря на то, что мы начинаем разговор всегда с денег, но заканчиваем всегда про людей. Поэтому сообщество создано для людей и для того, чтобы люди начинали жить совершенно другой жизнью, не той, которым им приходится жить, друзья мои. И именно поэтому я уже нахожусь здесь уже много лет в сообществе. И, честно сказать, уходить не собираюсь, и, скажу честно, мне здесь очень нравится. И перспектива развития просто огромная. Тот уникальный опыт на работе на сообщество, та уникальная наша IT-команда, уникальный основатель, уникальный инструмент, уникальная инфраструктура. Все просто настолько уникальное, что аналогов нет, друзья мои. И хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще, легче и веселее. Денежные потоки – это не какой-то маленький проект в интернете. Это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо. И когда вы со стопроцентной уверенностью разберетесь в системе, в наших денежных потоках, то поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Ну а сейчас, дорогие друзья, я готов ответить на какие-то вопросы. Возможно, у кого-то есть интересные истории, победы, кто-то, может, дошел до какой-то цели, можете поднимать руки и 5-10 минуточек включу микрофон и можем пообщаться. Поэтому у вас центральная кнопочка такая есть – поднять руку, можете поднимать и, как говорится, задать свой вопрос, если у вас еще он остался. Вот, жду одну минуту, поэтому либо расходимся, либо отвечаю на какие-то вопросы, если они у вас есть. Если же нет, то можете обращаться к вашим пригласителю и лидеру. Это те люди, которые непосредственно заинтересованы в вашем успехе. Прям плотненько с ними держите связь, и все у вас будет очень-очень хорошо. Ну что, дорогие друзья, поднимайте руки, готов ответить на ваши вопросы. Минутка, дверь есть. Так, Екатерина. Слушаю, Екатерина, включайте микрофончик. Добрый вечер, я новичок. Сегодня первый раз смотрю эфир. Сегодня мне подруга очень долго про вас рассказывала. Я решила посмотреть эфир. Мне очень все понравилось, но у меня остался такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, а если эта криптовалюта не в 30 раз, как вы говорите, за год увеличилась, а если она пойдет вниз? Она вниз пойдет? При каких условиях она пойдет вниз? Не знаю, не совсем до конца. И свой вопрос я могу определить, понимаете? Вот как биткоин падает, для меня криптовалюта. Биткоин – это спекулятивный инструмент. Это другое, да? Наша криптовалюта – это не спекулятивный инструмент, да? То есть наша криптовалюта пойдет вниз тогда, когда она не будет никому не нужна. Она нам всем нужна, потому что мы создаем потоки, а без нашей криптовалюты не будет прибыли. Получается, мы вынуждены покупать ее, а многие умные люди не просто ее покупают, они еще ее накапливают, потому что это наш биткоин. И каренси – это наш биткоин, понимаете, да? Мало того, что за счет него у нас прибыль в потоках, так еще и это универсальное платежное средство, то есть он будет выполнять много разных функций дополнительных, да? Поэтому создали вы поток, запустили, если и каренси не подтянули, значит, прибыли не будет. Значит, вы идете, покупаете и каренси и подтягиваете к потоку, и у вас начинает идти прибыль. И думаете, вы одна такая, и я с вами вместе, представляете? Я с вами вместе создаю еще больший поток, я опять иду, покупаю и каренси, несмотря на то, что у меня есть майнеры, они у меня делают и каренси, но даже уже их не хватает, надо идти еще докупать постоянно. И так все наши участники постоянно покупают и каренси, потому что кто-то покупает даже про запас, понимая, что она все равно будет дорожать. Это тоже один из статей дохода, можно на этом тоже заработать. Купить впрок, хорошая есть стратегия, на 10% от дохода купите и каренси впрок. Потому что она постоянно потихонечку дорожает, дорожает, дорожает. И на данный момент, скажу вам честно, что пока нам будут нужны касса взаимопомощи, пока нам будут нужны потоки, пока нам будут нужны деньги каждый день, и каренси нам будут тоже нужны. Я поняла, спасибо большое за ответ. Спасибо, Екатерина, очень интересный вопрос, спасибо. Так, еще, дорогие друзья, Валерий. Слушаю, Валерий. Добрый день, Андрюша. Добрый день, Валерий, слушаю вас. Благодарю тебя за презентацию, ты, как всегда, на высоте. У меня вот такие вот два личных вопроса. Ты рассказывал про машины, которые у нас сейчас на ретристе работают. Вот такой вопрос у меня. Первый вопрос. Какая у тебя личная машина, на чем ты ездишь? И второй вопрос. Какой почтой ты пользуешься? Я вот Gmail пользуюсь, а ты какой почтой пользуешься? У меня есть все почты, и машины сейчас я в основном арендую. Поэтому в связи с тем, что я не сижу на месте, ну, пока нету смысла. Возможно, что-то прикуплю, если захочу на дальняк поехать. Поэтому сейчас, на данный момент, я пользуюсь арендованными машинами. Да, я вот тоже, мысль у меня такая была. Продать свою машину, положить тебе деньги на потоке и ездить на такси. Так будет выгоднее. Да, 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 все верно, да. А вот по почте давай сейчас с тобой поговорим. В целях безопасности кабинета, вот я поменял недавно почту новую создал, чтобы она не светилась ни на каких-то других системах. Пароль усовершенствовал, восьмизначный поставил. Как ты посоветуешь? Почту Gmail использоваться или какую-то лучше можно поставить для усиления? Gmail – это хорошая почта. Google аутентификатор еще защитить, и все будет хорошо. Все, понял. Спасибо, Андрюш. Пожалуйста, Валерий. Так, еще вопросы. Галина поднимала руку, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, да, как всегда, прекрасная презентация. Я вас слушаю очень часто и, тем не менее, не устаю приходить, потому что всегда чего-нибудь узнаю новенького. Особенно, когда начинаются вопросы. Да, у людей всегда возникают какие-то хитренькие такие моменты. И я этим, что называется, пополняюсь. Ну вот, хочу такой вопрос задать. Я вот пришла сюда в большом минусе и, потеряв много в матрицах, вот, и сейчас кайфую. Я просто вот кайфую, тащусь и никому не хотела приглашать. Вот я уже почти три месяца здесь. Ну вот теперь такой вопрос. У меня довольно много знакомых, активных очень людей, и они могут быстро стать лидерами. А если у меня в структуре, я, допустим, еще не наберу 10 человек и сама не смогу быть лидером, а мой приглашенный станет лидером, он уже навсегда меня обгонит? Или я смогу? Вы просто станете сразу же лидером более высокого уровня, когда вы станете. Вот и все. То есть даже не набрав 10 человек, я все равно стану лидером? Нет, вы не станете лидером. Вы станете лидером, когда сделаете все условия. Но когда вы станете лидером, то есть, если, допустим, у вас в команде, вот, допустим, вот это вы, да? Допустим, ваша первая линия стала лидером, потом ваша вторая линия даже лидером, да? Вот. Лидер, получается, второго уровня, этот лидер будет первого уровня. И когда вы закроете лидерство, вы сразу станете лидером третьего уровня. Ой, бесподобно. Бесподобно. Какая классная система. Слушайте, благодарю. Да, потому что я уже готова делиться, я уже готова приглашать. Более того, я очень разобралась во многих вопросах. И вы знаете, даже вот такой удивительный случай произошел. В нашем городе есть человек, который, оказывается, вот 8 лет назад он мне рассказывал про эту кнопочку, но я тогда его не услышала. И он до сих пор, вот, собственно говоря, я потом позвонила, когда услышала Меркурий, вот он раньше назывался только Меркурий, а тут я пришла в потоке и зарегистрировалась, конечно же, не под него. А тут услышала и звоню, говорю, Володя, ты все еще там? Он говорит, да, нажимаю кнопочку. Но, как оказалось, он знает на сегодняшний день меньше меня. Представляете? Поэтому учитесь, ребята, я всем рекомендую. Ходите на мероприятия и учитесь, изучайте потоки. Это такая кладезь. Благодарю. Ну, потоки, Меркурий как был, так он и есть. Это сообщество Меркурия. Потоки – это просто, как бы, проект сообщества. Это как, не знаю, есть корпорация Huawei, а у корпорации Huawei есть подразделение Xiaomi, да? А у Xiaomi сейчас уже еще есть подразделение. Это там, по-моему, Poco называется, тоже еще телефоны, да? Всякие разные делают. То есть, так же и тут есть сообщество, а у сообщества много-много проектов. Просто потоки, они уже как народный инструмент, они уже на слуху ходят, как бренд уже, да? И мы слышим, он, бренд, уже бренд проекта опередил само сообщество, бренд сообщества. Поэтому мы сейчас просто вот так вот, вы с таким столкнулись, вот, что потоки, это сейчас все говорят про потоки, именно про проект сообщества. А сообщество, как оно было, у Меркурии так оно и есть, и осталось. Так, еще вопросы. Светлана. Да, Надя, слушаю. Андрей, здравствуйте. У меня, знаете, как... Так, сейчас Надя, да, слушаю. Андрей, добрый вечер. Я Надя, Западный Казахстан. У меня несколько вопросов, но один вопрос уже про утикватор, уже ответили. Вот Икарос, криптовалюта, где листятся, на каких биржах? Е-каранси. Одно Е-каранси, 10 Е-каранси, 1000 Е-каранси, не склоняется. Е-электроник, каранси, это валюта в переводе означает. То есть электронная валюта в переводе означает. Да, вот поэтому запоминается. Хорошо. Это не спекулятивный инструмент. Он, мы его покупаем, либо продаем на двух наших криптовалютно-платежных сервисах. Это Монистораж и Сберкасса и на бирже BlackBit, бирже нашего партнера. Так, а через какую криптосеть выводить можно? Заходим в потоки несколькими способами. Вы еще не знакомы с криптовалютно-платежными сервисами? Я знакома. Знакома. Вы кошельки создавали? Есть у меня все. И карточки криптовалютные все есть. Нет, нет. Сберкассу вы кошельки создавали? Нет, я новичок. Ну, я понимаю, что вы еще даже, ну, Сберкассы у вас даже еще нет, да? Вот, надо просто зарегистрироваться, Сберкассу сделать, вы увидите все криптовалютные кошельки, которые там есть. Но для начала самая популярная у нас, конечно же, USDT, TRC20 без проблем. Можно через ERC20 идти, тоже такая техническая возможность есть. Можно через Litecoin. Через Binance тоже можно, да? Binance это биржа. Бирж у нас очень много по миру. Я вам и называю, как бы, непосредственно валюту, через которую можно заходить. Binance это биржа. Естественно, когда регистрируемся, верификацию проходим, да, для вывода? Когда регистрируемся? Нет. Зачем? У нас этого нет. Пока нет. У вас нету, да? Хорошо. А за вывод сколько процентов удерживает? Надея. Если у вас появятся рубли на Сберкассе, наберите мне. И в течение нескольких часов у вас их не будет, потому что мы у вас их купим. Понимаете? По выводу вообще проблем нет. Нет. За вывод процент ничего не удерживается в вашем бизнесе, да? У нас не бизнес. У нас касса взаимопомощи нового поколения. Задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь тем людям, которым интересно этот инструмент. Вот. Это первое. Это не коммерческий проект, еще раз повторю. Поэтому слово «бизнес» – это здесь неприемлемо. Это народный социальный инструмент, но в котором есть деньги и который дает людям деньги. Если вы хотите выводить по привычной схеме через криптовалюту, через наши криптовалютно-платежные сервисы Сберкасса и Монистораж, то там, по-моему, 0,5% комиссию вы заплатите. Но, как правило, наши участники часто этим не пользуются, потому что зачем выводить через криптовалюту, когда у тебя твой партнер здесь рядом, либо я, купят у вас очень быстро это все дело. А, ну, в общем, внутрянка. Внутрянка – это штука из коммерческих проектов. То есть у нас рубли на Сберкассе. Вы рубли на кошельке Payer называете внутрянкой? Нет. Ну вот, у нас рубли на Сберкассе. Это такие же рубли на кошельке Payer. Ну, что-то для меня новое, конечно, интересное. Мы привыкли к криптовалюте работать. У нас другая совершенно позиция, поэтому я такой вопрос задаю. Да, правильно. Вы очень правильный, шикарный вопрос. Просто вам надо углубиться. Вы сейчас пока начинаете теоретическую базу накапливать, но я бы вам порекомендовал практическую базу начать накапливать. Тогда у вас автоматически много вопросов отпадут. Регистрация ни к чему не обязывает. Начинайте создавать кошельки, начинайте создавать кабинет. Но когда вы уже все это сделаете, вы поймете и начнете читать, разбираться. У вас уже будет предмет. У вас будет книга, которую можно будет полистать и почитать. А так пока я вам рассказываю о той книге, которая лежит на той полке. Она вот такого-то цвета. Там на пятой странице вы то найдете, на десятой вы то найдете. Зачем им рассказывать о книге, когда вы можете взять ее и самой полистать? Бесплатно, ничему не обязывает. И у вас очень много вопросов уйдет, и вы реально поймете, как это все взаимодействует. Еще раз попросить. Андрей, вот это новый проект интересный, поэтому вопросы разные задаю. Вот значит, я какую-то карточку должна привязку сделать, куда я буду выводить? Нет. Выводим. А как я буду получать свои деньги? Мне позвоните. Нет, Казахстан в частности, я интересуюсь, у меня команда. А, в Казахстане, значит, команда, если у вас в Казахстане, значит, можете внутри команды обмениваться. Можете через обменник вывести. То есть, вы USDT выводите на обменник, обменник вам на карту. Вот и все. Ну, понятно, все-все. Либо через биржу. Я могу по USDT работать, все понятно. Да, вообще, без проблем. И через обменник тоже могу работать. Да, да. Биржи, обменники, криптовалютные кошельки, все любые. Все, что криптовалюта, все то же самое. USDT, ERC-20 через блокчейн эфира, через блокчейн трона, без проблем. Лайткоин, Этериум, Биткоин, все эти валюты у нас есть. Хорошо, спасибо, Андрей. Пожалуйста. Еще вопросы? Можно ли вопрос мне задать? Да, слушаю, Степана. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Вы говорите, что у сообщества рекламы нет. А вот как же YouTube-каналы, которые почти у каждого лидера есть? Вы же создаете свои ролики, тем самым вы рекламируете сообщество. Это личная инициатива каждого участника. Сообщество к этому не имеет никакого отношения. Ну, то есть, я к чему это говорю? Вы привлекаете так или иначе к сообществу внимание. И что? Это внимание со стороны финансового структура. Светлана, я понимаю, что у вас, наверное, нет понимания, что такое корпоративные бизнес-процессы. Вы знаете, что это такое? Ну, нет, конечно, я далека от этого. Не знаете, да. Ну, я понимаю, да. То есть, есть понятие политика корпорации, да. Есть понятие индивидуальный работник этой корпорации. Допустим, я просто пример привожу. Мы не корпорация, мы сообщество, да. Вот, допустим, если бы сообщество не использовало, там, тут же самую реферальную программу, то она бы без вас, без реферальной программы, зачем париться вам реферальные давать, да. Хотите деньги, заходите. Нет, нет, нет. Она бы проплатила корпорации Яндекс и весь бы рекламный бюджет туда бы направила. И везде бы баннеры были бы только вот это все, длин, 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 длин. Вы интернет открываете, а там сразу бы баннеры, реклама бы отошла, понимаете, да. Чтобы этого не делать, платится ни Яндексу, который так жирный, ни Гуглу платится, ни какому-то другому рекламному, рекламной корпорации, а платится вам за то, что вы можете сделать что-то на ваше усмотрение. Хотите YouTube делайте, хотите делайте еще что-то, это уже ваши дела. Хотите ВК введите, хотите Instagram, хотите, но это уже ваша личная инициатива, и сообщество к этому не имеет никакого отношения. Ну да, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Так, ну что, все, вопросов больше нету. Хорошо. Ну что, друзья, всех с праздниками, шикарное общение. Спасибо за вопросы, очень было интересно, надеюсь, всем, кто слушал. Благодарю всех за активность, всех с праздниками, с Пасхой, и, конечно же, до новых встреч. Всем хорошего вечера и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok